В ноябре текущего года состоялась встреча губернатора Саратовской области Акима Нашей. В ходе совещания было принято соглашение о сотрудничестве между правительством соседнего региона России и Акиматом области. А вскоре был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве между Высшим медицинским колледжем МАКСАТ и Саратовским государственным медицинским университетом имени Разумовского. В рамках данного меморандума сегодня был реализован новый проект. Саратовский государственный медицинский университет имени Разумовского заслуженно считается одним из первых университетов медицинского профиля в Российской Федерации. На сегодняшний день учебное заведение вносит весомый вклад в подготовке медицинских кадров не только в России, но и во всех уголках мира. Теперь ресурсный центр университета появился и на территории области. Это территория подготовки будущих абитуриентов, будущих студентов из Республики Захстан, из города Уральска. Это вся информационная поддержка на этапе приемной кампании и подготовка к поступлению. И буквально уже с Нового года мы начнем выездные циклы, как дистанционные, так и очные, наших ведущих специалистов в кафедру, профессоров, заведующих для подготовки будущих студентов нашего университета, для подготовки именно к поступлению в университет. Елена Дикуна – одна из квалифицированных специалистов, получивших образование в Российском университете. Сейчас она работает в Республиканском высшем медицинском колледже МАХСАД. Новый ресурсный центр предоставляет большие возможности для обмена опытом, считает специалист. Какие перспективы у студентов? Это очень хорошо, что мы начали сотрудничать с Саратовским институтом медицинским. Очень хорошо, что наши студенты будут продолжать учебу именно в этом институте. Он очень популярен, знаком за рубежом. Теперь мы будем с ними сотрудничать. Западно-казахстанское здравоохранение нуждается в квалифицированных кадрах по широкому спектру специальностей и специализации. Например, в нашей области не хватает около 300 врачей. Также наблюдается дефицит среднего медперсонала. Необходимо усилить практическую составляющую в программах подготовки медицинских кадров. А качество зависит прежде всего от наличия инфраструктуры. Ежегодно с нашего колледжа выпускаются 300-350 человек. Многие из них остаются работать в медицинских учреждениях нашей области. Можно сказать, что все выпускники трудоустраиваются на 100%. Необходимо отметить, что открытие центра дает возможность участвовать в реализации государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан, которая предусматривает повышение доли медицинских сестер. Альбина Кумаргалева, Талгат Мурадбаев, Айдос Кисимов, Телеканал Акжаик.